В Нарьинмаре полностью восстановлено водоснабжение жилых домов и учреждений. Поэтапная подача воды стала возможной после ликвидации аварии водовода сегодня утром. В связи с инцидентом была приостановлена работа детских садов и отменены занятия в школах. Александра Литкова продолжит. Несмотря на отсутствие нормального водоснабжения, в первой школе все-таки успели провести два урока. Затем в адрес всех городских школ поступила рекомендация окружного управления Роспотребнадзора об отмене занятий и переходе на дистанционный режим обучения. Мы действовали согласно распоряжению, которое поступило из Департамента образования, культуры и спорта. Предлагалось нам сделать укороченные уроки, что мы и сделали сегодня. Объявили уроки по 30 минут и успели провести два урока до того момента, пока не поступило новое распоряжение, так как мы детей кормить сегодня, обеспечить питание не могли. Также была проблема с обслуживанием туалетных комнат, поэтому день сегодня получился коротеньким, но начало сделано. Из-за отсутствия воды была временно приостановлена и работа детских садов. Такое решение было принято в связи с тем, что после отключения водоснабжения и его восстановления качество воды в течение суток не соответствует санитарным нормам. Управлением Роспотребнадзора 9 января в адрес Департамента было направлено предостережение при остановке образовательного процесса в случае прекращения подачи воды. Значит, департаментом 9-го числа было принято решение о прекращении образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, а также переводе школ на дистанционные формы обучения. После возобновления подачи воды в организациях будут проведены мероприятия по дезинфекции и восстановленные работы образовательных организаций. Авария на водоводе произошла в среду вечером в районе дома номер 20 по улице Ленина. Работы по её устранению продолжались всю ночь. На месте инцидента посменно работали 20 сотрудников предприятия объединённых котельных и тепловых сетей и 12 единиц техники. Утром 9 января ПОК-ИТС завершила восстановительные работы на водоводе и приступила к возобновлению нормального режима подачи воды. В 9 часов сейчас начали запуск. Ребята на ПОК-ИТС подключили водовод. На водозаборе включили все насосы. Включали постепенно, плавно, для того, чтобы избежать гидроударов каких-то. И сейчас подключают в НСК. Первый этап – это у нас запуск котельных, наполнение резервуаров в водонапорных станциях водой и затем идёт подключение жилых домов, детских садов и школ. Причина аварии устанавливается. По предварительным данным, чугунная труба не выдержала резких температурных перепадов.